Спортмарафон. Аудиоверсия. Спортмарафон. Аудиоверсия. Спортмарафон. Аудиоверсия. Спортмарафон. Аудиоверсия. Спортмарафон. Аудиоверсия. Я подумал, почему бы и нет. Да, и продлил коммунировочку на один день и приехал в Красную Поляну. Действительно, было весело, была большая пьянка. Перед тем, как сесть за стол, все выходили на лыжи, вставали. И вот в этот момент я знаю, что это произошло. Потому что уже через неделю я уже приехал сам. Абсолютно в каких-то джинсах, там, не знаю, в рыбане. Мне было уже неважно. Я купил варежки и флиску. Это был март, по-моему. Был тепло. Но я знал, что все, я подсел. Да, теперь мне нужны были самые крутые лыжи, куртки, рюкзаки, рации и все остальное. Получается, твой брак со снегом, он состоялся через корпоратив. Через корпоратив. Хотя, я хотел сказать, я же жил в Апатитах, в Пумынской области, долго. А там же свои хибины, свои агора. Известные горнолыжные места. Да, весенняя такая тема, где собирается вся тусовка в конце сезона, чтобы закрыть в мае. Я ездил как-то туда один или два раза. Но тогда были и лыжи ужасные, они не поворачивали, и ботинки вот эти кожаные. Но это было уже прям еще дальше, чем 10 лет. Это было очень давно. Мне было лет 12, наверное. И я нет, нет, нет. И я пошел в баскетбол играть. То есть, вместо лыж, живя в Кировске, ты выбрал баскетбол? Да, было тепло, там холодно было. И поэтому я пошел играть в баскетбол в зале. Там у нас была физкультура на беговых лыжах всегда. И минус 20, минус 25, какая разница. Они сказали, все, давай физкультуру на лыжах. Я сказал, нет. Скажи, на тот момент, вот 10 лет назад, когда ты влюбился в лыжи, чем ты вообще занимался в жизни? Строил карьеру, менеджер. Менеджер средняя звена. Стандартная московская история. На тот момент ты же жил в Москве. Да. Ты работал в корпорации, добивался каких-то карьерных успехов. Да. Ну, как там вообще все складывалось в Москве, чтобы понимать, что на что ты менял? Было ли все хорошо в Москве или все-таки желать лучшего? И поэтому выбор Сочи, он такой был весьма органичный и не вопреки. Или, может, у тебя было все, наоборот, хорошо, и ты кардинально все хорошо, но еще лучше поменял? Не знаю, лет 5 или 7 у меня была такая идея, что если я стану директором, и у меня будет секретарша, представительские расходы. Ну, тогда я не знал, что еще бывают представительские расходы. Ну, вот машина там всякие, всякие дела вот эти. Я думаю, что я буду счастлив. Откуда такое представление у тебя родилось? Не знаю. Иностранные фильмы? Нет, это было Апатит, это был вообще такой городок заполярный, в котором, ну, наверное, вот эта какая-то мысль о том, что достаток и почет, и куча людей в подчинении, они дадут какое-то вот счастье. Абсолютно неправильная дорога. Фокус, и все, и понеслась. И пробивать, и ехать, и потом я переехал в Питер, и потом вот это была Москва, и вот эта карабка не по этой лестнице, и вот добраться, добраться скорее туда. Я понимаю, что я сижу вроде директором большой компании, в кабинете, и у меня там секретарша за стенкой. А я понимаю, что я с ума схожу. Ну, я думаю, вот что я делаю? Никакого заряда, там, ну, вот никакого энтузиазма, вообще ничего нет. Просто так, так, еще куда-нибудь по уши забраться, побольше денег заработать. Ну, хоть вид из окна был при этом? Не было. Не было. Это было со энтузиастов. Понятно, дальше можешь не рассказать. Ну, смотри, все равно же получается, что 10 лет назад ты оказался на корпоративе благодаря тому, что, наверное, в Москве ты занимал определенную должность. Так что это тоже определенный путь, который тебе надо было пройти, чтобы оказаться здесь, в Сочи, в тех самых джинсах и райбенах. Скажи, сколько прошло времени после того, как вот ты понял, что влюбился в лыжи, и как ты окончательно принял решение, главное, как ты его принял и переехал жить сюда? Ну, это тоже такая долгая история. Лыжи – это же как бы про показать себя. Ты на горе, у тебя там такие шмотки, ты так катаешься хорошо, у тебя лыжи. Это было начало. То есть, понятно, что вот эта красота вся, она как-то меня тоже пленила. Но вот здесь я понял, что вот я как-то там, я спортивный сам по себе, и вот я могу там кататься, получать это удовольствие, плюс еще какая-то такая вот атмосфера, где мы там можем такую тусовку образовывать. Ну, вот, хотя какой-то такой прям устоявшей тусовки нет фрирайдеров, это я через какое-то время понял. Ну, тогда оказалось, что вот есть вот эти люди, которые говорят, это крайний спуск, а не последний, там, и в нее вливаешься, вот это powder day и все остальное, у тебя появляется рация, ты там что-то такое. Вот это было такое больше наносное. Понятно, что замешано на красоте горы, вот это, и в воздухе, и в спорте. Но со временем, когда ты начинаешь кататься, общаться с горами, падать, получать какие-то там травмы, ну, ты как бы осаживаешься, вот, а потом со временем. Ну, и это такая зараза была, кстати, вот, был инструктор, который меня где-то через год начал ставить на фрирайд, и он такой, он был Андрей Реутский, я такой индейец, он никогда не работал ни на кого, такое воплощение свободы, кольца в ухе, как бы там, в падлы до плеч, загар просто в бронзу. С другой стороны, ты в офисном костюме, да, я всегда вот это вот, мы сейчас разговариваем, а это вот как-то приходит ко мне вот это вот осознание, как же это происходило. Я всегда, вот он этот Андрей, да, он маячил где-то у меня на горизонте, когда я там сидел в офисе, он работал на горе, получал удовольствие, он никогда никуда не торопился, там, а я вот полтора часа в пробках, там, я не знаю, там, скорее-скорее на работу, какие-то совещания, там, вот, и вот, наверное, это как-то зрело. А внутри, и, ну, как это, хотя там много чего было, у меня были периоды, когда я ушел из корпоративного мира, и у меня таки были, я запускал проект Free to Ride, такой горнолыжный Facebook, на котором люди обменивались информацией, отчетами, отзывами, и там у нас поиск такой с критериями по курортам, туда закачали там что-то 200-3000 с лишним курортов. В свое время был достаточно популярный ресурс по фрирайду, чуть ли не единственный, наверное, его. В России в момент... Ты его помнишь или что, или как-то ты узнавал эту информацию? Ну, в тот момент я жил на Чукотке, лыжами интересовался посредственно, но сайт почему-то этот у меня в памяти всплывает. Может быть, потому что тема снега, может быть, я готовил очередную радиопередачу и как-то пользовался материалами, но я тот сайт еще помню. Скажи, почему, собственно, не пошел этот сайт у тебя? Насколько знаю, что какие-то были ожидания, которые не оправдались, твои первые ошибки на фоне интернета? Да, такой тоже был один из моих таких стартапов. И там было тоже опять, давайте я вам покажу, как я вот создал этот горлажный Facebook, и не про то, что люди могут на нем получить. Понятно, что мы забахли там хороший вот этот поиск, там закачали много информации, можно было там для начинающих нажать, можно было там для фрирайдеров, и выскакивало какое-то количество курортов. Но у нас главная страница, она посвящена была, там лента была. Любой человек мог написать на главную страницу какой-нибудь там пост. Вот и мы думали, что это будет как-то само генерироваться, вот этот контент. Люди особо туда ничего не писали, и плюс у нас был вот этот минус, наверное, не то, что минус, просто так мы выбрали нишу вот эту. Я фрирайдер, и я для фрирайдеров это буду делать. И все, и в ленте было, там я сломал ногу, вот там в лавине попал, там, не знаю, датчики биперы, когда я ходил к инвесторам с презентацией, с деньгами, они посмотрели и говорят, блин, ну а где деньги-то? Вы всех испугали, ты заходишь на главную страницу, а там лавины, ноги, травмы и все остальное. А людям надо просто на две недели куда-то уехать, где им... Потенциальным инвестором этого сайта мог стать в какой-нибудь травмопункт. Да, ну, в общем, никто не мог стать, потому что денег там в этом не было. Фрирайдерам никогда ничего невозможно продать, потому что когда они более-менее начинают кататься, они уже понимают, где можно что-то, не знаю, урвать, как бы, никогда не покупают по полной цене, и их очень мало. Их, ну, по сравнению с общей аудиторией гордональников, стомбардистов, их мало. И все же мы ушли там от моего первоначального вопроса, который был про то, как ты принял решение из Москвы отправиться в Сочи. Ключевый момент. Что было для тебя? Я работал в большой корпорации. Опять я вернулся вот в этот мир, потому что нужны были деньги. Это работа, я работал полтора года в этой компании, и она меня совсем не радовала. Честно говоря, я ходил, вот в натяг ходил, я говорю, молился, господи, у меня семья, дети, мне надо кормить их. Почему ты меня выпихиваешь с этого, как бы, дай мне вот там, там, есть какой-то уровень ответственности, я не хотел торопиться с этим решением, оно мне зрело, приходили какие-то мысли, вот, то есть себя попробовать. Я понимал, что это не я, вот, в этом директорстве, менеджерстве, это не я. Вот, и наступил в итоге такой момент, когда я с женой пообщался, еще там с мудрыми людьми, я говорю, слушайте, ну, вот, я хочу просто уволиться и поехать вот с семьей посмотреть. Вообще просто в Сочи, мы собирались в Сочи остановиться, и мы наскребли какие-то там очень непонятные деньги, вот и уехали. Когда ты уходишь, прыгаешь с этой скалы, грубо говоря, там вроде ничего нету, но ты туда прыгаешь, потому что вот другая жизнь, как бы, вот на этой скале, она уже больше не устраивает. И я пошел к начальнику, я говорю, слушайте, все, я ухожу. Говорит, ну, ладно, иди погуляй, как бы, потом возвращайся, месяц только у тебя выветрится вся эта хрень, как из твоей головы. Я говорю, ну, хорошо. И все, и мы там искребли деньги, там, и поехали в Сочи. Мы приехали, и первый день в Сочи, это уже было, вот что-то с нами произошло, и со мной, как бы, тепло, январь, плюс 15, тут недалеко Красная Поляна, море, народу мало. Это была совершенно другая какая-то такая жизнь. Ну, мы первое утро вышли и пошли за кофе пить на море. Сочи был еще доолимпийский? Сочи был послеолимпийский. А, уже после. Да, мы сразу приехали после 2015. Сколько же время прошло? Пять. А, пять лет. То есть вот... Почти, вот он будет. Нет, еще в голове 10 лет, а вот уже мы 5 лет твоей жизни... Десять минут прошли, да. Мы ушли на улицу, и я понял, что нет машины. Я думаю, вот Сочи криминальный город, и сразу украли машину москвичей. Мы позвонили в полицию, они сказали, что нет, у нас не воруют машина, она на штрафстоянке. Короче, все приезжие, они вот на автомобилях, они проходят через знакомство, знакомятся с городом через штрафстоянки. Я пока за 4 приезда в Сочи за последние 2 года пока еще не познакомился. Я после Москвы, то есть там можно было на поребрике у нас ставить во дворе, и тут я сразу заехал в отпорчик, поставил, и ее ночью увезли. Интересный был случай. Ты уходишь, прыгаешь вот в эту как бы историю, тогда вот начинается вот вроде какая-то избитая фразу, там вселенная тебя начинает поддерживать, космос там. Назовем это тем, что у Олега Кривцова после того, как он прыгнул, начался свободный полет. Да, да, да. И тогда, да, я понял, что все возможно теперь. Как получилось, вот этот мусор со спортмарафоном познакомились. Я с ним узнал до этого, я ему приходил и говорю, давай на фитрайде рекламу. Советую Дмитрия Ковина, директора по маркетингу в магазинах спортмарафонов. Да, да, да. Он говорит, не, не, вообще эта история не наша, непосещаемость и ничего. Вот, но мы познакомились. И как раз, когда я ушел с работы, мы въехали в Сочи, у меня сосед по Москве, по площадке, такой старенький, он принес мне два комплекта горных лэйш 30-летней давности. И новые ботинки Сальва в коробке. На них было написано, там, эстонская СССР, легкая промышленность, 100 рублей. И я такой, ну, ладно, сейчас я их в Фейсбук вывезу, кому-то может быть, надо будет прибить на бар. Андрей, почему тебе принес? Он знал, что ты... Он знал, что я катаюсь, мы особо никогда не общались. Ну, вот тут он как-то появился на моих дверях, он говорит, все, я не буду больше кататься, забирай это. Ну, класс, классное, добро, он такое действительно раритетное. Я вывесил все это, смотрите, пацаны в Фейсбуке. И тут Дима пишет, дайте мне эти ботинки, эти лыжи, да забирай. Он говорит, ну, нам просто так не надо, приезжай в поляну. У нас есть тут шале. Тогда Роза давала еще, вот, они тут бизнес, когда начинали. Ну, я такой, может, у вас еще работа есть? И так я стал на сезон сотрудником спортмарафона. Вопрос заданный невзначай стал для тебя также немножко судьбоносным. Да, да, то есть какие-то деньги вот на первое время мы, в общем, получили какую-то поддержку. И вот это вот какие-то такие знаки, да, что вот страшно вот эта неизвестность, что там будет. И в итоге мы пять лет живем здесь. Понятно, что определенности стало, там, не знаю, в 500 раз меньше, но вот радости от жизни стало в миллион раз больше. Я читал одно из интервью с тобой, повлияло то, что ты очень хотел снега, твоя супруга очень хотела море. Это да. Она из Москвы пыталась убежать каждый раз, зимой на пару раз. Все, все, я поехал, мне надо отогреться как бы куда-нибудь там в Таиланд или еще. А тут прям мне горы, ей море. Сейчас свои два основных проекта. Это сайт, который называется Blog Powder, blog.powder.ru. И непосредственно проект Powder – это футболки, дизайнерская одежда на краснополянскую тему, которая продается здесь же. Да, на горную, на горно-снежную тему. Какие выводы ты сделал с своего прошлого сайта и что сейчас представляет проект blog.powder.ru? Вот это вот letitsnow.ru – это тот проект, который был отдельным сайтом, на который я тоже, спасибо Диме Ковину, я как-то начал писать, у него же есть там история про горы. Я начал туда писать этот контент интересный, мне казалось там полезный. Длинные статьи с разбором, как выбрать то или другое. Ну, сейчас самая популярная статья на сайте, я видел это 70 тысяч просмотров, это хороший показатель, поэтому… Неожиданно. Тут фраза «как тебе казалось», она неуместная, да, то есть, ты выбрал правильную канву и начал по ней идти. Вообще, очень интересно, я когда открыл неделю назад твой вот этот сайт, я подумал, что за привет из 90-х. Такой интересный дизайн, такой весьма плоский, странные рисунки, а потом как-то начал смотреть и понял, что в этом что-то есть, это интересно, да. Поэтому всем рекомендую найти в интернете проект «Let it snow», посмотреть просто, как он выполнен с точки зрения дизайна, познакомиться с контентом. Да, я хотел просто уточнить, «Let it snow.ru», сейчас домен этот не действует. Ну, он автоматически редиректит нас на новый сайт. Да, да, да. Вот, The Powder, мой сайт, это магазин depowder.ru, а на нем есть вот этот блог .dpowder.ru, где вот весь этот контент туда перенесен вместе с дизайном, на чем мы остановились. Ты капитан подводной лоски, который бороздит просторы краснополянского снега и ищет интересные материалы. Да, то есть, я начал писать, это начал нравиться людям, люди начали… Кстати, это вывезло мне еще на один проект. Когда я переехал сюда, люди начали звонить, друзья, ты там переехал, давай, там, покатаешь нас, там, вне траст, там, поводишь, еще что-то. Я говорю, ну, окей, давайте, давайте попробуем. А с сайта, когда он начал набирать популярность, люди начали писать мне насчет обучения. Им показалось через этот контент, что я какой-то крутой… Баскетболист. Лыжный, да, баскетболист. Это было тоже удивительно, хотя мне друзья там с американцами общался как-то, они говорят, ты посмотри, попробуй писать вот этот сайт и произойдет чудовищесть какое-то время. Просто давай пользу бесплатно, как бы, вот, там, отдавай людям. И вот они начали звонить, говорят, давайте мы покатаемся, нам хочется встать на лыжи. А я же, как бы, фрирайдер, какие-то у меня есть, знаю, там, какие встать на лыжах? Мне же кататься надо. А тут же надо за ними, как бы, хвостиком перенести вес на эту лыжу, там, вытяни палку туда. Я говорю, давай попробуем. В итоге вот это открылся еще один талант. Какая-то такая способность с людьми, там, не торопясь работать, радоваться их, там, первым поворотом. Я получил, потом пошел категорию с инструктора. Ну, вот, и сейчас это, получается, как бы, три проекта. Я гид-инструктор, там, блогер со своими вот этими статьями. И самое, ну, основное, основные усилия, куда уходит сейчас и время, это паудр. Смотри, ты сказал вот сейчас такую ключевую фразу, спокойно, не торопясь, учиться. А ведь у многих фрирайд, лыжный спорт, сноуборд, он, наоборот, ассоциируется с таким чем-то очень энергичным, взрывным, ярким. А с твоей стороны это немножко другое ощущение, правильно? Ну, здесь же вот я говорил про трассовое обучение. Да, это неторопливое такое. Я в себе это, как бы, открыл. Я не ожидал, что во мне это есть, что я могу. Не то, что я, все, я перед фрирайдом не занимаюсь, а оказалось, что я могу, когда людям хочется покататься по трассам, поучиться, я могу такое же удовольствие получать, как и вне трассы, никогда не торопясь. Но фрирайд, это вот тоже вот Андрей Рилович, который меня учил. Еще Сашка Варапаев, надо обязательно его упомянуть. Это два человека, которые меня ставили на лыжи, на фрирайд. И они, конечно, свой взгляд на жизнь, на горы, они тоже заранили какие-то такие зерна во мне. И Андрей всегда говорил, мы никогда не торопимся. Я даже после города, вот ты приезжаешь после города, в такой трясучке, я вижу тоже людей, приезжающих под кнопку, живет там в городах больших, у них очень мало времени. И вот они первый на подъемнике, последний с подъемника. Первый на подъемнике, давай, скорее, 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 скорее. Я их могу понять. Вот Андрей почему-то всегда, когда я вот так его торопил, он говорит, ну что, война, что ли? Голос, что ли? Ну, подожди. И всегда мы приезжали к часам, не знаю, к 10, к 11, поднимались тогда еще на Альпику, на старую. И хватало нам времени и как-то удовольствия, размеренности получить вот радость от катания. Поэтому сейчас, да, когда паудер выпадает, понятно, что надо поскорее, пораньше первым попасть к этим. Но с другой стороны, ты когда знаешь этот курорт, хорошо. И на каком курорте ехать, куда ехать, тоже можно не торопиться. И знаешь, что тебе не надо послезавтра улетать в Москву. Да, и ты знаешь, куда идти. Ты знаешь вот эти деляночки, которые тебя ждут. Да, может быть, ты какой-то надо будет подальше идти, потому что я есть не один, который знает там горы эти. Но вот там, да, кто-то может по подъемникам первый спуст сделать. Я буду там, не знаю, полчаса, час ехать там по дальним, по закоулкам южного склона, там через лес с друзьями получаю удовольствие. Сейчас обучение других людей катанию на лыжах, насколько много времени занимает твоей жизни? В этом сезоне я практически, в прошлом сезоне, который прошел, я практически не учил никого. Ни с кем практически никогда. Основу может раз десять, потому что вот становление бренда сейчас идет. И все. Ну и тут тоже много ошибок. Я думаю, что я все тут буду делать. Я буду и бухгалтер, и складской работник, и продавец, и дизайнер. Это был ошибка. Мне указали на это люди, которые приходили, но знающие, не скажи, что через это все проходят. Целик экономии, пытаются сами все делать, и из-за этого наоборот идет стагнация. Хорошо, ну раз мы поговорили о всех твоих увлечениях, кроме места, в котором мы сейчас находимся, главного сейчас твоего дела, бренд The Powder, давай перейдем к нему, как родилась идея, что футболки будут продаваться в месте, куда все приезжают за снегом. Когда ты вот прыгаешь с той скалы, это все становится как бы так немножко сказочно и сюрреалистично. Хороший способ, любую идею, начинать с прыжка со скалы. Рад рассказать про то, как это появилось. Я просто прыгнул со скалы. Да, да. Ты просыпаешься, там я проснулся в какой-то момент, думаю, в поляне нет какого-то такого своего сувенирного бренда. Откуда это взялось? Я был в Штатах катался, там Джексон Холли, например. Ты заходишь там в магазин, там много-много такой крутой сувенирки у них. Ну, я имею в виду, что футболки в основном. На них принты хорошие, они сделаны такого качества хорошего. И я знаю, я чувствую, что я могу их взять, там, штук пять, отдать друзьям, и они будут с удовольствием их носить. А в поляне не было такого. То есть было там про футбол, на курорте Роза Хутор, там про Олимпиаду и все остальное. Ну, такая уже хайп проходит на это через какое-то время, через год, через два. И вот из поляны что-то родное. Что можно увезти? Можно увезти каштановый мед, можно увезти краснополянское мыло. Да, вот эта косметика, ребята, тоже хорошо запустились. Вот я подумал, что почему бы не сделать бренд одежды, посвященный Краснополяне, фрирайду и горам. Как-то до этого, может быть, те дела, которыми ты был занят в Москве, они были связаны вообще с одеждой, с дизайном одежды? Нет, абсолютно новая для тебя была тема. Когда мы делали фритурайт, мы открыли магазинчик на, я не помню, как площадка называлась. Но есть такое, ты просто загружаешь что-то, дизайны, и появляются у тебя там футболки, толстовки с твоим дизайном. Но это, ну, и не имеешь контроля ни над качеством, как бы это сервис дает тебе такую футболку такого цвета. Все, что можешь сделать, это нанести на них свой дизайн и все. Ну и зарабатывать там, не знаю, пару сотен рублей с этого. Это все. Это я потом вспомнил, кстати, когда начал уже паудром заниматься. О, у меня же магазинчик, наверное, он еще висит, кстати. Зашел, заказал все футболки. Да, да. Пришла через две недели. Да, там даже, по-моему, через 30 дней, что-то такое, потому что оно там печаталось, шла, там, такая долгая история. Я сам себе заказал, по-моему, десяток, чтобы как-то спустить этот процесс, дать ход ему. Вот, ну, нет, не делал. Я сейчас вспоминаю, что давным-давно, когда еще там, это было мне, наверное, лет 20, я сшил себе пару курток на маминой швейной машинке. Которую нужно было на даме качать? Нет. Уже была... Там была такая... Ты открутил правой рукой. И мне, я помню, что мне хотелось просто шить какую-то такую крутую куртку, и я ее сшил. Две куртки. Ну, то есть, все-таки, где-то там, далеко, когда-то зародилось. Вот, да, я думаю, что когда-то вот эти все вещи, они где-то там были закопаны в чертогах твоего разума, и Сочи открыл... Вот ты сейчас мне напоминаешь вот эти вещи, я их забыл уже. Мы сшили человека, мы сшили как раз эти куртки. Да, это его машинка была. И он всплыл как-то здесь, ВКонтакте, наверное, год-два назад. Я даже не помню, как его зовут сейчас. Мы так как-то очень... Ну, услышим, подкаст всплывет еще раз. Да, и мы с ним созвонились, и он говорит, слушай, мы тогда вот сшили эти куртки, и я до сих пор сшью. У меня цех, у меня там это... Я думаю, вот, вот. То есть, вот эти, наверное, повороты, они были, когда там двери открытые, да, только я как-то так раз под туннельным мышлением, там все, я там директор, должен быть там будет круто, как бы я никуда не отвлекаюсь. А повороты, наверное, вот эти варианты, они были всегда, да. Так что, такая история. Хорошо, родилась идея немножко, она была заимствована из твоего опыта катания в Соединенных Штатах, а что с названием? Названием все было очень просто. Паудер. У меня были журналы, кстати, из этих штатов. Журнал Паудер посвящен и вот этой культуре фрирайда. Кстати, этой культуре уже лет 50-60. Вот, они такие не... Не только что появились вот эти журналы. Для людей, которые не знают, паудер переводится с английского как пудра и так все люди, которые занимаются горнолыжными видами спорта, называют пухляк по-русски. Пухляк, да. Пухляк, паудер, целина. Только что выпавший снег. Да. И я подумал, что... Даже не подумал, я просто... Вот, есть название с легендой. Кстати, первые футболки, они были на английском языке. Первый выпуск футболок, там всякие вот лыбочки, и там они были вот на английском языке. Вот, потом я сделал этот поворот, когда просто в кириллице взял, перевел, перевесил торговую марку. Слово в одежде и в горнолыжном снаряжении принадлежит мне на сегодняшний момент. И, конечно, есть идея сделать и лыжи, паудер, и куртки. То есть, мы сейчас как бы над этим думаем, что кольные такие дизайнерские катальные шмотки, тоже сделать паудер. И слоган подобрал ты тоже непростой. Made in heaven, сделанный на небесах. Не знаю, хорошо или ты плохо, но он подходит. Он там по смыслу. Не всем он там понятен, не все, в общем, понимают по-английски. И как это отражается на позиционировании, я пока не могу до сих пор понять. Возможно, это такой и большой минус. Но так как это такая складная история получается, паудер сделан на небесах. Есть искусственный снег, который делается в пушках, но это не про фрирайд. По нему невозможно кататься вне трасс. А вот этот пухляк, который уваливается с небес в больших количествах, он, конечно, доставляет людям невероятное удовольствие. И вот вокруг этого удовольствия, кайфа, вот этой культуры, где-то даже опасности. Мы и строим эту нашу всю историю. Первые шаги твои. Родилась идея. Ты придумал название. Сначала на английском, потом зарегистрировал на русском языке. Я знаю, что регистрация товарной марки – это минимум год. Вот этот год ты делал что-то или просто ждал пока? Мне ничего не ждал. Сразу начал делать. Как вот там проснулся, идея появилась, что я могу сразу сделать. Какие варианты. Так, название. Название появилось. Так, значит, есть как бы знак, что можно и дальше двигаться. Дальше я решил узнать, где можно сделать эти футболки, сколько они примерно будут стоить, какое-то количество денег у меня было. Что важно было для тебя при выборе производства? Мне хотелось, вот у меня были пара футболов, которые мне нравились, из которых я не вылезал. Они уже все дырявые, распавшиеся практически, но я все равно их почему-то надеваю. Мне хотелось вот раскусить. В чем фишка, в чем смысл? Как вот? И такого однозначного ответа нет. Но я решил не упускать ничего. То есть должен быть и дизайн хороший, и цвет хороший, и крой хороший, и ткань хорошая. И принт должен не стираться. Да. При стирке. Да, да. То есть его качество должно быть. Дизайн самого принта как-то он должен райдеру отзываться. Отделка богатая, футболки, толстовки тоже должна быть. То есть она какая-то такая, должна быть законченная вещь. Много ли время у тебя ушло на поиск именно производства? Я бы тебе сказал, что это полгода. Сколько примерно ты перебрал вариантов? Четыре производства. Если бы я знал, что я ищу, мне было бы проще. Так как я в текстильной вот этой легкой промышленности не понимал ничего. Я просто вот там копал, копал, копал эту информацию. А вот есть там фабрика. Я поехал на фабрику, с ними поговорил. Смотрю, как бы у них там на футболке мне не нравится качество. Просто промо-варианты. Купил, надел, сшил, вернее, надел, на корпоративе футбол поиграл, выбросил там, или попал. Пошел мыть ей. Потом я нашел производство, где человек сказал, о, крутая идея, давай вместе делать. У меня производство, у тебя крутая идея. 50 на 50, я думаю, тоже знак хороший. Но не получилось абсолютно, потому что в итоге мы как-то с ним не нашли общего языка, потерял деньги. Но это тоже опыт. Там оказались футболки. Он делал для ребят, которые занимаются там единоборствами и всевозможными. И когда я получил первую партию от него, они все оказались одной высоты, но разной ширины. Все на маленьких людей. Когда я отдал их в магазин, я сам не понимал вообще, что я его получил на руки. Они мне позвонили, почему, говорит, у вас только они отличаются по ширине. Вот, и все. И я ушел, как бы, оттуда тоже. Там, для понимания было в вопросе качества. Ну, и потом через друзей я вышел на человека, такого кустаря, можно сказать, ну, который очень заморочен на качестве. И все. Я взял у него футболки, отрезняю их на силу. Они оказались классные. Я понял, что все. Я просто нашел, как бы, наткнулся на какую-то жилу в этом плане. Вот, и с ним и отношения хорошие, и, там, доверия очень много, потому что часто, как бы, я там задерживаю платежи. Ну, понятно, что мы с ним договариваемся. Слушай, давай еще немножко подождешь, потому что, там, да-да-да-да. С ним ты сейчас работаешь до сих пор? Последние партии были сделаны у него. Сейчас я перемещаюсь, если все нормально там пройдет, в другое место, в Таганрог. Как рождаются принты на твоих футболках? Иные в муке. В муках другие очень быстро. Самый продаваемый принт – это вот три облачка снежных и солнышко. Это банально. То есть, вот на экране ты сидишь в Москве и смотришь прогноз погоды. И вот у тебя там надвигается снежный вот этот снегопад, шторм. И ты думаешь, так, тебе в четверг надо во что бы то ни стало быть в Красной Поляне раскатывать. И ты начинаешь там думать, так, заболеть там или отпроситься. И я так смотрел на экран и думал, так. И это было сначала три тучки просто. Рисовал на компьютере. Рисовал? Сам? Ну, то есть, в иллюстраторе. А что рисовать? То есть, я нарисовал сам, таким, ну, там, от руки что-то сделал. Потом взял, залез в эти банки там этих. От руки нарисовал на листочке? Да. Листочек сохранился у тебя еще? Кстати, вот в спортмарафоне, вот этого интервью, когда был в спортмарафоне, они эти листочки, по-моему, я там фотографировал, там какие-то эскизы есть. Эту статью можно найти, кстати, на сайте. Я понял, что с другой стороны, что не обязательно быть художником, чтобы передать какую-то там идею. Кто-то уже нарисовал это дело. Ну, просто тучка, да, и все. Это просто, как бы, ни для кого никакого значения она не имеет. А когда ты выстраиваешь там три тучки, и потом солнышко, и называешь этот бренд там powder, и человек, идущий по улице мимо магазина, он слышит, о, смотри, powder. Здесь магазин слышу. Я понимаю, что, о, это идейные, как бы, ребята. Другие ходят, Маша, что такое powder? Да не знает. И все, они проходят. И вот человек забегает, его смотрят эти там тучка, тучка, тучка солнца. И все, ему ничего не надо объяснять. У него там что-то в голове происходит, он все просто берет ее. Ну, это знак того, что сколько бы тучек не было на горизонте, за ними рано или поздно выглянет солнце. А вот это, кстати, для не катающихся тоже начали покупать фудолки. Они видят в этом какой-то вот, и на моей улице наступит там какой-то... Праздник, да, и темная полоса сменится белой как-то. Какой-то позитив получился, и за пять минут. Да, вот это за пять минут. Когда-нибудь из Ленинграда я перееду в Сочию. Да, да, да. А сейчас в новых коллекциях при разработке новых принтов какими руководствуешься ты идеями, как вообще происходит разработка рисунков. Что рисунки все прикольные, да, то есть ты смотришь и понимаешь, что это вот краснополянская тема, которую действительно можно нести с собой, да, и всем людям, другим, которые смотрят на эти фудолки, тоже сразу понятно, откуда это. Я бы здесь сказал, стартап, он подразумевает, что не все идет так, как надо. Ты до сих пор себя считаешь стартапом. Да, да. Это хорошо. Чтобы как-то там выплывать, денег больше зарабатывать, тебя начинает сносить вот в коммерцию. Ты думаешь, так, вот хочется там из души как бы вот этого, появляется тут же какой-то такой страх, потому что есть ответственность там уже финансовая. Потому что нет, этот принт сейчас не надо, потому что вот я пару раз уже пробовал как бы экспериментировать, и они не продавались, то, что давай сейчас нарисуем просто красная поляна большими буквами, и туристы это будет покупать. Это такой путь в никуда. Да, можно какие-то принты делать там на лето, когда мало людей катающихся на курорте, именно для туристов. Но для интернет-магазина и для зимы это должно быть как-то вот там от души. И эти идеи, они приходят, ну, ты вот, waiting for winter. Я даже не помню сейчас откуда это пришло, но я понял, что это вот из души. Я действительно жду зиму, я даже жду это, когда начнется вот выпадать снег из небес, пойдет. Я там одену лыжи и начну опять там кайфовать, плавать, серфить вот в этом снеге. Я подумал, о, отлично. И вокруг этой идеи там началась вот там, окей, какой принт сделать, а как сделать его там, не знаю. Там, ну, есть, наверное, простые какие-то уже наработки в этом плане. Если как бы скомпоновать такие там элементы правильные и шрифт, и он такой будет сбалансированный рисунок, правильный разместительный футболки, подобрать цвета, то практически всегда он выстреливает. Но вот этот заряд, когда он идет там из души и сердца, а не вот от чистой коммерции, он тоже как-то, мне кажется, наполняет футболку. Ты уже чувствуешь, что бренд The Powder, он идет немножко впереди того, что изображено на футболках? Или все-таки этого момента еще не произошло? Что ты имеешь в виду? Ну, что бренд начинает продавать сам себя, и что ты не нарисуешь на футболке, это все равно купить. Есть, это уже есть, это уже есть, и знаешь, когда я открыл магазин там первый раз, и вот я сижу первый день в нем, и ты не понимаешь вообще, что ты просто замутил вот эту историю, борзанул, напечатал, кстати, я думал, сейчас я 200 футболок напечатаю. И я, кстати, вот тому человеку, с которым у нас не получилось бизнесом вместе, он мне сказал, что 200 футболок это ни о чем, ты вообще ничего не поймешь. И я такой, а сколько надо, чтобы я понял? Он говорит, ну не знаю, тысячу. Вот, мы тогда с ним решили 500, и так как не пошло, я заново, потеряв там 140 тысяч рублей, с ним я заново начал напланировать партию первая. Так вот, первая партия была 800 футболок, надо было понять, там должны были женские футболки быть, там должны быть размеры, там должны быть цвета, там должны быть разный дизайн, и вот с этими 8-ю стами футболками я сижу в этом магазине, ну и жду. Я был в непроходном месте, вроде Каменка, центр, там на Розе хутор, но все ходят по набережной, и в общем дверь открывается, там, не знаю, раз в пять в день у тебя максимум, и, конечно, ты там накидываешься, начинаешь рассказывать эту всю историю. И конверсия была хорошая, прям, если это катающиеся, то они втыкались в эту тему, им нравилась вот эта история, не понимали, что это какая-то аутентичная действительно вещь на поляне. И вот когда люди начинали приходить заново, опять снова, а что у вас новенькое появилось, а вот посмотри, я нашу эту футболку, начали присылать фотографии, что они где-то там в Испании в футболке Паудер ходят, кто-то на Эльбрус забрался, Антон Бричевский в футболке Паудер, я думаю, это не просто история уже, это людям нравится, мне устраивают скандалы периодически, есть люди, у которых там по 8-10 этих футболок, они приходят и говорят, когда будет 4ХЛ, когда будет детская футболка синего цвета, у меня ребенку не в чем ходить, не знаешь, вот такие, когда на молнии будет уже, и все, и я хотел закрыться. Ты уже знаешь, что делать дальше? Да, я сделал 3Х, я думал, что 3Х, вот эти всякие, это гиблый номер, ты не можешь сделать одну футболку 3Х, тебе надо много их делать будет, в каждом цвете, там, в каждом дизайне, да, и в итоге, а в итоге оказалось, что 3Х, 2Х, они быстро раскупаются, потому что большие люди заходят, они видят, что футболка классная, и где они еще увидят такого размера там футболку себе, но 4Х я пока еще не сделал. Короче, когда люди начали приходить и говорят, а когда будет это, а когда будет то, а когда будет новая коллекция, а когда будут штаны, а когда будут шорты, рюкзаки, вот эти все, а где стикеры, вот тоже мое упущение, то, что вот такого какого-то вот от сувенирки, мерчика, как бы там, кружки, там еще я не делал, а надо грубо. Олег, ну смотри, сейчас осталось буквально 8 минут до открытия магазина, да? Я думаю, что нам нужно переместиться из этого помещения и подготовить магазин к открытию, а ты как раз мне расскажешь, что сейчас можно купить в магазине по-отлично, давай. Маленькое помещение, да? Да. С кричневым как бы там. С маленькой студией мы перешли именно в магазин, здесь немножко другая акустика будет, будет эхо, но думаю, что этот небольшой отрезок наши слушатели поймут. Давай начнем с футболок. Сколько сейчас у тебя различных принтов тут представлено? Ну, на вскидку штук 10. Самый продаваемый по-прежнему? Самый продаваемый. Паудердей. Он есть и на толстовках, есть и на футболках разного цвета. Материал это? Это хлопок стопроцентный, турецкий хлопок, мы закупаем его в одном месте, однажды найдя хороший материал. Я уже особо не экспериментирую. Да, есть еще меланжевые ткани, но их минимум прям 95% это турецкий хлопок на сегодня. Довольно приятные на ощупь футболки, можно сказать. Да, это тоже мне потребители научили, когда мы вот экспериментировали, и они говорят, о, какой классная ткань, какая классная ткань. Ну и я сам начал когда носить, я понял, что через три дня мне хочется вновь ее надевать, эту футболку. Плюс вот это нанесение же важное еще. Нанесение, вытравка, это вот последний человек, который ее нашел. Вытравка? Да. То есть это, если у тебя хлопковая ткань, ты можешь нанести шелкографию методом вытравки вот этой. То есть ты постираешь, и принт становится мягким. Ты его не ощущаешь. И вечным. Вот здесь, кстати, футболки, которые пассированы. Людям хочется знать, что происходит с ними после многих стирок. Он мягкий, на ощупь вообще не отличается от ткани. Дышащий и никогда не девается. Он немножко-немножко потускнеть может быть, но вот это, мне кажется, футболка хуже становится. Футболка Шерегеш. Да. Там тоже паудер. Да, это один из твоих новых, я так понимаю, проектов. И это была первая футболка вообще. И мы сейчас возвращаемся к сериям футболок, которые будут посвящены разным местам паудерным в России. В России, да. Сковый, Камчатка. СНГ. СНГ. СНГ, не знаю. В СНГ. Ну, это тебе очередная идея на будущее. Там тоже есть курорт. Хорошо, здесь есть футболки. Недавно вы начали делать толстовки. Это мы к прошлому сезону сделали. Зимний сезон. Вот у нас появились толстовки, худи. Шапки были у нас. Рюкзаки. Рюкзаки. Мы сделали прикольные носки, на которых написано, то есть мотивирующие. Одеваешь носок, а на нем написано «пора в горы». Летние носки ждем зиму. Одеваешь, и все. Вот эти беленькие такие. Можно в них бегать. И, кстати, на них написано «для стальных ног». Да. И тоже носки «powder made in heaven». Да, на сзади написано «в России». Все сделано в России. Расскажи про вот эту интересную упаковку. Я знаю, что у нее неспроста такая форма, именно тубуса. Да. Это я тоже посмотрел, кстати, упаковку у одного американского бренда «Johnny Cupcakes». Вообще, у него очень хорошая идея, именно вот по футболкам, по принтам и вот по представлению такому с юмором. Вот. И я думаю, а почему нет? И мой первый тубус был очень большой. Очень большой был тубус. Олег, тебе, по-моему, первый посетитель пришел, который стучится в дверь. Да. Давай откроем ему дверь. Здрасте. 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 Да, да, да. Какой хороший тубус был. Магазин открывается, тубус, короче. Был большой тубус, людям это нравилось. Они туда еще мед вместе с футболкой запихивали, краснополянский. Но райдеры потом сказали, что все-таки что-то такая неудобная вещь. И мы в итоге сделали его таким вот узким, высоким. Чтоб можно было поместить в горнолыжный сноубордический ботинок. И вот это у нас пятое поколение тубусов. Мы, в общем, их меняем. То сами наносим прям печатью символику бренда. Вот последний тубус, он был такой клетус сделан. На нем написано, чем можно в гараж заняться летом. И такой призыв, опять же, пора в горы. Олег, скажи еще твои ближайшие планы. Чего нам ждать от Паудера? Я думаю, что сейчас такой и есть поворотный момент. У меня еще есть два акционера, которые вошли и помогали мне финансово. В этом плане развития этого бизнеса. И мы сейчас как раз решаем. И с радостью 80%, что ассортимент на следующий сезон увеличится раза в 3-4. То есть будут штаны, будут толстовки на молниях. Будет дополнительный крой в женских футболках. И появится, кстати, сейчас у нас унисекс. Все в толстовке и свитшоты. Будут отдельно женские, будут отдельно мужские. Тирамбелье. И вот, наверное, на этом будет больше вариантов. Больше кроя. Больше позиций. Будет сувенирки больше. То есть у нас уже появилось много шевронов. У нас есть брелки бронзовые. Брелки, насколько я знаю, от Олега Чугадаева. Да, но у нас есть, он для Олега сделал для нас наш именно паудер. Да. Заказали. И вот наша тучка со снегом паудер тоже здесь присутствует. Классные вещи, которые Олег делает. Поэтому спасибо Богу за участие в нашей судьбе. Вот будут наклейки, будут там кружки всякие. А, варежки, балаклавы. Это тоже будет темя. Короче, много чего будет. Олег, ну я пойду выберу себе футболку. Наверное, с классическим принтом. Еще пока сомневаюсь. В цвете. Давай. Размер М же есть. М есть. Обязательно еще обещал своей супруге купить футболку и своей дочери. Хорошо. Сейчас у тебя будет первый чек, будет хороший в сегодняшний день. Спасибо тебе огромное за этот разговор. Я тебе желаю от своего лица, от лица спортмарафона, от всех наших слушателей удачи, развития, твоей классной идеи. Ну и по-прежнему наслаждаться тем, чем ты занимаешься, горами, жизнью, ну и паудером. Да, спасибо огромное. И вот хотел тоже сказать, мы как со спортмарафоном, то сходимся, то расходимся, то сходимся, то расходимся там. Я был, спасибо ребятам спортмарафона и амбассадорам пару лет, потом вот фокус сместился. Вот мы как-то все время вместе, и поэтому я этому магазину желаю вот искренненько, даже это не магазин, а какая-то такая тоже история, культура, как бы вот удачи, развития и радости горнолыжной.